О четырехтомнике «Письма с фронта» школьникам в Зимнем театре рассказала автор проекта Татьяна Василевская. Собирать солдатские треугольники, открытки и дневниковые записи фронтовиков она начала еще в 80-х. А первый том был напечатан в 2015-м, а к 75-летию победы вышла в свет уже четвертая книга. Более 500 уникальных историй из жизни солдат попали в этот сборник. Напечатано 10 тысяч экземпляров. Книга есть во многих библиотеках страны. Я никогда не думала, что он получит такой размах, что будет не один том, а четыре. И пятый мы сейчас в работе делаем, что эти письма, эти книжечки будут читать от Белгорода до Дальнего Востока, от Канады до Австралии. Можете представить, мне звонят оттуда русские общины и говорят, там кланяйся, все, наши старички читают эту книжечку. На фотографиях установят своих однополчан. У меня мурашки потом выпутели, пошли. Татьяна Василевская отметила, что сочинцы могут помочь в создании пятого тома, прислав в адрес редакции Краснодарского издательства «Книга» фронтовые письма. Благодаря им, говорит автор проекта, вместе можно сохранить подлинную историю своей страны и не позволить ее переписать. Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все отдавала победе. За народ умереть не страшно. Передай девушкам, пусть идут партизане, смело громят оккупантов. Наша победа недалека. Также в Зимнем театре был представлен пластический спектакль «Письма с фронта» в исполнении воспитанников студии творческого развития «Оперение». «Письма с фронта» в исполнении воспитанников студии творческого развития «Оперение».